Иван Неря задает вопрос. У меня вопрос. Золотистый стафилококк может быть загрязнение кишечника и печени почки? Ну может быть. Не могу вылечить руку и на ноге еще хуже. Много лет точнее. 17 лет. С чего начать по-вашему? Послушал до середины и уже понимаю, что надо быстрее что-то делать. Мне 59 лет. Естественно, смотрите, если человек ничего не делает, болезнь, вернее не болезнь, а вот как раз вот эта вот зараза, золотистый стафилококк, грибок, вирус и все что угодно. Они приживаются, пускают, как бы сказать, не корни, а укореняются в организме, находят такие места, где их обычно особо лекарствами, противопаразитарными, антибиотиками и прочее, не достанешь. И себе живут, как ни в чем не бывает, при этом прогрессивно разрушая организм человека. Ну а что тут? Что тут можно делать? Вот. Золотистый стафилококк, он не выносит карусина. Карусина, тадикампа. Это в первую очередь. Далее, смотрите, не могу вылечить руку и на ноге еще уже много лет точнее. Я, вот в чем уникальность книг «Целительные силы», которые я делаю аудио и выкладываю, что там очень много разъяснено в разного рода смыслах. И, в частности, вот указано, почему слеза, человеческая слеза, она, смотрите, глаз у нас контактирует, открытая слизистая оболочка с окружающим миром. Это все, все эти вирусы, бактерии, грязь и так далее летит напрямую, но ничего она не делает, не повреждает глаз. Почему? Да потому что в слезе примерно 70% солей подобрано. 70% солей. И вот эти вот соли как раз и все это обеззараживает. Если мы с вами берем свою собственную мочу и упариваем, в которой там, допустим, ну, грубо говоря, там, ну, пускай там 5% солей, это так, от фонаря говорю. Вот, и упариваем до 1,4, то там уже в 4 раза больше этих солей. И вот эти соли начинают действовать на всех этих вот особенностях, наружная какая-то рана и так далее. Отлично действует. Отличный константин, отлично. Можно, значит, просто смазали. Именно упаренное. Можно сделать там компрессик, там, допустим, минуточек там на 15, там 30 максимум, чтобы они подействовали все это. Все это вытягивается, выбивается, если это в этом слове. Если это все снаружи, но что там говорится, загрязненные кишечники, печени и почки, то есть, если унутрях, унутрях, ну, тогда надо керосинчик керосинить, тогда надо тминчик принимать, тогда надо другие противопаразитарные средства принимать. И причем, знаете, что я хочу вам сказать? Вот есть такая, такая болячка, которая, там, скорее всего, грибок какой-то или бактерия, ну, я думаю, что это грибок, который жрет кости, как-то она называется. Вот, главное понять, что она разрушает кости, то есть, воспаление кости идет. Вот, значит, лечат, лечат, вроде бы, знаете, там, залили антибиотиками, все это дело убрали, потом это самое, человек не будет уже постоянно все это хребать, колоть. Вот, выходит из больницы, проходит определенное время, месяц, два, три, и опять кость начинает гнить. И все это без конца. Так вот, оказывается, есть такое растение, живокост. И вот этого там парня, я рассказывал про это, там, парня лечили от этой болячки в больнице, и никак, ничего, и так далее. Живокостик посоветовали, только опачки через клизму, вот такая хопачка, задела себе несколько раз. На передаче был я, я вам говорю не то, что я где-то написал, вернее, прочитал, там, кто-то мне рассказал, это я слышал от него самого, от больного, бывшего, на передаче. И все, и здоров человек. То есть, для каждого, знаете, еще можно подыскать, что лучше воздействовать, чтобы это вы понимали. А так, а так, смотрите, 59 лет, а 17 лет болячка, да, на это, вас изведет. Ну и плюс, естественно, надо вообще организм почистить. Что там вы там за болото развели такое, что оно там, знаете, прицепилось и не цепляется. Здорово, здорово, Акчара Годзина, с праздником богатырь. Что ли, мамы, привет, бать здорово.